Когда мы работаем с какими-то коммерческими приложениями, мы никогда не принимаем неверные сертификаты, потому что можно влететь и можно влететь из дома. Нужно ущить денег, реально, поскольку желающих врезать достаточно много. Если вы нарубитесь на очень серьезную злоумышку, конечно, они могут полностью подделать сертификат в углу, положим. Но от этого уже не то есть писать. Чудесно бывает. Чудесно бывает. Можно влететь на чем-то. Сбасет бокс. Может спасти. А чем они тогда взламывают, что бокс не спасает? Здесь у вас нет уже информацию, которую вы шифровали не видели. Например, на почте же можно залить файл, тот же шифрованный. Да, если вы хотите передать через почту файл такой, шифрованный, допустим. Да, ну достаточно архиватор из пароля. Ну да, дополнить хорошим паролем. Не, ну если там организации, которые даже подделали сертификат, то я думаю, а не какой-нибудь простенький архиватор, который там пароль бежит. А простенький или не простенький? Не там же алгоритмы ЕС. Там они не устают. Короче, лучше что-нибудь серьезно, двойным или тройным. Нет, там обычная ЕС-160, мы вчера смотрим на годы. Смотрели? Там работает обычная ЕС-160. Так что если вы хотите передать что-то даже через электронную почту, то точно значит, что никто чужой не влезет. Можете зашифровать. А и пароли рядом. Вводи пароль такой-то, да? Возникает вопрос. И пароли, допустим, информации, которые... От нас вы его передали, контрагенту. Как он ему... Личная встреча. Личная встреча, это так называемый закрытый ключ. Хорошо, что еще можно использовать? Почта России. У-у-у. Да. Пусть смерть подождет. Конец света не случился, потому что доставлено Почта России. Да. Почта России запоздала с доставкой конца света. Лидии просто украли подороже. Не годится. А, как он ему донесил? Ну что, даже заказывал? Приключение правового слова Тожбейка все читаются? Да. Да. Известный метод передачи ключа. У вас есть одинаковые книги. А. Открой страничку такую, таки двух. Страница такая, то слово не такое. Даже без названия книги. Мы сказали, что будете пользоваться этой книгой. Помнишь наше любимое книжко? Да. Про то-то-то-то. Ну, в смысле, и в ней было то-то, чтобы точно... Полюс. Физически могут, но физическая безопасность это уже немножко не наша тема. Охранная сигнализация, решетные окна, хоть немножко не наша тема. Можно в электронной книжке, но тут сложнее. Если вы знаете название, то можно номер своего вычислить. А вот если у вас печатное издание, тем более какую-нибудь книжку, которая издавалась сто тысяч раз... Ну, сейчас ты можешь мне найти такую одинаковую книжку, как-нибудь другому передать. Да, да, да. А можно свой какой-то текстовый фар посылать? Посылать текстовый фар... А, ну, хотя бы тоже... Ну, вот, значит, лучше строить. А можно передать? Ну, в общем, нужно... Ну, можно использовать информацию, которая знает только вы, только граничный круг людей. Книга, сам знаешь, как она из... Нельзя с самолётиком... С самолёта, которая самая физическая передача информации. Нет, на листах. На листах еще выделяйте. Ну, я смеюю, что отсюда... Ну, лучше... Использовать информацию, которую... Допустим, куда мы летали там сто лет назад. Да, информацию, которую... А ее можно проверить? Куда мы летали, когда ты... Можно проверить? Парольным словом будет слово «никогда». Проверяйте. Проверь, что ли? Никуда не пора. И что? А, ну да. Какое слово будет в парольном слове? Когда мы летали в Му-му, да? Это очень, на самом деле, вариативные вещи. А? Мы – человечество. Когда американцы, по сути, снова гадаются. Можно гадать еще и другое. Мы можем использовать второе шифрование, но при этом мы помним о процедуре вот этого вот шифрования. Как еще можно передать информацию через потенциально ненадежное пространство? Мы рассматриваем что интернет, что радиосеть, как пространство потенциально ненадежное. Не передавать информацию. А можно написать, ну, по-своему, самому шифровать. А там есть какой-то там вариант соединения, ну, что-то там отправляют. А, ну, что-нибудь типа электронной подписи используют на шифровке. Хорошо, мы можем использовать АЦП, хорошо. Ну, то есть, там вроде бы есть способ как-то, то есть, без личной встречи обойти. Да. То есть, сразу все по интернету передавать, чтобы никто не смог. Ну, на самом деле... Односторонний ключ вроде бы там, вот, для шифровки или для расшифровки. Да, 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 есть такие симметричные ключи. Публичные и частные. Когда мы шифруем одним ключом, шифровываем другим. А, придет ключ для шифровки, да. Публичный ключ мы вывешиваем у себя на сайте для всех. Частный ключ мы используем для шифрования. Когда адресат получает от нас зашифрованное сообщение, он может взять открытый ключ из интернета и убедиться, что именно мы прислали ему информацию. Это вариант электронной подписью, который немножко более стройный. АЦП, на самом деле, не защищает от прочтения по дороге, но она просто гарантирует, что вы это делаете. А может, даже ключ через газету передать? Говорите, что там же надо? Можно. То есть, что... Ну, тогда злоумышленники, которые читали ваши приговоры, они смогут узнать. Да. Нужно транспортную информацию, которую... А? Вы устираетесь в том, что нужен в конце концов какой-то закрытый канал связи. Вместо закрытого канала связи можно использовать тех, кому вы доверяете. Доверяете вы кому? Близко. Раз. Ну, только некоторым, но... Некоторым, друзья, у нас появится система. Хорошо. А вы проверенным сервисом типа Google? Проверенным сервисом. Так называемым центром сервисфикации. О, о которых вы говорили. А, точно. Комневые центры сервисфикации. Которые нас проверили. Вы устояете, что мы и там мы, с которыми мы можем работать. Когда вы присылаете кому-то информацию, человек смотрит. Центр сервисфикации. И тот, кому побывали с его иммуществом и репутацией, отвечает за то, что вы это вы. Вопрос тут скричит на доверение. Кому вы доверяете? Передавая ключи. Хорошо. Что еще можно придумать? А здесь надо будет открытый ключ и закрытый ключ. Соответственно. Открытый ключ и кто? Ну, не знаете. А вариант продавать два... Ну, сначала продавать ключ до шифровки и... Ну, иметь два здесь получать. Это шифровка и расшифровка. Ну, открытый ключ и открытый ключ. Хорошо. Асимметричный шифровайчик. В смысле симметричный? Асимметричный симметричный. Что еще можно придумать?